Здравствуйте! Вы смотрите «Главное время местное». О важных событиях в жизни Ростовской области расскажут наши партнеры, городские и районные телекомпании. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» – так пели когда-то юноши и девушки, которые состояли в комсомольской организации Советского Союза. Но история вспять не возвращается. В день юбилея комсомола в Матвеевом Кургане бывшие комсомольцы встретились с активной молодежью района. Я тоже была комсомолкой, поэтому и мне приятно вспомнить то время. Хорошего, что можно было взять сегодняшней молодежи на заметку, было много. Многие районные лидеры – выходцы из комсомола. Глава района Александр Рудковский тоже был комсомольцем. Юбилей самой прекрасной организации, которая настолько сплотила. Вот молодежь, настолько было выстроено все в этой жизни, что люди, которые прожили жизнь, они до сих пор еще живут воспоминаниями, и я думаю, что они об этом поделятся. Есть огромная задача сегодня взять, как говорится, пообщаться, и потом на этой базе, наше общение, что-нибудь продумать, придумать, чтобы взять самое лучшее и реанимировать, можно сказать, и, а может быть, придать второе дыхание нашей нынешней жизни, молодежной жизни. Владимир Удодов в свое время возглавлял райком комсомола. Он рассказал ребятам об истории возникновения организации, о традициях, о том, чем занимались комсомольцы. В нашем районе очень много, была большая работа такая патриотического воспитания, военно-патриотического воспитания, тем более, что вот наш район Меус-Фронт проходил, и поэтому ни в одном районе области нашей нет столько памятников и обелисков, как находится в нашем Матвеево-Куданском районе. И поэтому забота комсомольцев, это было поддержание именно в нормальном состоянии памятников. Это забота о ветеранах Великой Отечественной войны. Это проводились различные районные мероприятия, и слеты, и походы. Вот, надо сказать, что, конечно, молодежь старались занять, вот, и в данном случае сбор металлолома, макулатуры, лекарственных травм. Комсомольская активистка прошлых лет Надежда Носкова вспомнила, какие чувства испытывали молодые люди, когда их принимали в ряды в ЛКСМ. Да, ты стоишь, 14-летний, перед лицом своих товарищей, да, и вот, то есть, это сумасшедший самоанализ себя, своих поступков, поведения. Это такое, вот, знаете, очищение себя, потому что ты решил вступить в комсомол, значит, ты стал на ступеньку выше, взрослее, осознаннее. Лейтмотивом всей встречи была мысль о том, что эстафета поколений не должна прерываться. Активная гражданская позиция включает в себя и переосмысление опыта прошлых лет. Три месяца назад в Тацинском районе был создан Общественный совет для оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта и соцобслуживания. Недавно члены совета посетили углегорское сельское поселение. Тацинская телекомпания передает. В настоящее время все очаги культуры подведомственны сельским администрациям, поэтому и визит начинается с кабинета главы поселения. Члены Общественного совета сообщают о цели визита. Руководитель территории делится планами развития этого учреждения на ближайшее время. Начинает с самых радужных, создание новых кружков по интересам, где, по его утверждению, дети и взрослые смогут проводить время с пользой и удовольствием. У гостей встречный вопрос – созданы ли для этого комфортные условия, являющиеся одним из важных критериев оценки работы любого учреждения. С этим, как выясняется, не все гладко, а точнее, совсем плохо. Во время экскурсии по зданию все убеждаются в этом воочию. Виной тому протекающая крыша. Многолетняя проблема превратила здание в своеобразный огромный лишай. «Почти круглый год приходится накрывать книжный фонд. Основной книжный фонд у нас накрыт пленкой, вы видели. И поэтому очень редко возможность появляется, чтобы их проветрить, потому что книги тянут в себя сырость. То, что мы собирали, собирали годами, то, что нам действительно нужно, подарочные, энциклопедические издания, мы можем это потерять». Если книги работники пытаются спасти хотя бы вот таким способом, то некогда шикарный танцевальный зал уже потерян. Паркет шубой, оконные рамы вываливаются. В другой половине здания, где занимаются дипломанты различных конкурсов и фестивалей, в том числе международных, образцовый ансамбль казачьей песни «Дубравушка» и народный ансамбль русских народных инструментов вдохновения, благодаря стараниям педагогов, жить, конечно, можно, но комфортными условиям не назовешь. «Выводы печальные, недостатков много и серьезные недостатки, потому что в Доме культуры работают творческие коллективы. Здесь посещают кружки и детки, и взрослые. Крыша протекает по учебным кабинетам, плесень и сырость. О каких качественных услугах можно говорить? Но коллектив старается, что-то где-то сам ремонтирует, где-то что-то подделывает, но здесь все-таки нужна помощь администрации». Чтобы исправить ситуацию, нужно время и немалые средства. По утверждению главы поселения Александра Козина, сейчас его усилия направлены и на это в том числе. Члены совета со своей стороны обещают посильную поддержку. Директор ДК также получает рекомендации по работе с населением, в частности, по своевременному информированию о предстоящих мероприятиях. «Тут Александр Васильевич один ничего не сделает. Подключать район, потому что губернатора подключать». Дом культуры для углегорцев всегда был доступным, открытым. Ведь поселок отличает обилие талантливых людей. «Будем надеяться на лучшее. Будем стараться помогать. Мне жалко наше население. Мне хочется, чтобы… Потому что у нас люди очень активные, люди очень хорошие. Публика с удовольствием всегда ходила на мероприятия. Поэтому хочется, чтобы это так и продолжалось». Отходы в дело. Под таким девизом в Миллеровском казачьем кадетском профучилище прошла выставка творческих работ, выполненных из мусора. Были использованы в тур сырье и природные материалы. В общем-то, все то, что мешает человеку жить. Старые целлофановые пакеты, мешки для мусора, обрезки тканей, пластика, листья, ветки и многое другое. Что же из этого получилось? Смотрим сюжет Миллеровской телекомпании. Розы и полевые цветы из пластиковых пакетов, полочка из видеокассет и сказочные царевны из пробитых шин украсили фойе профессионального училища в Миллерово. Его студенты старательно готовились к этой выставке и приложили немало усилий, чтобы она поразила воображение любого и заставила задуматься о том, что безотходное производство различных материалов и преобразование их в нужные красивые вещи возможно. Данная выставка в нашем училище проводится в рамках входа окружающей среды. Естественно, мы запланировали мероприятие в течение всего года и вот данной выставкой мы подводим итог данному мероприятию. Желающих поучаствовать в этой творческой выставке было немало. С особой аккуратностью из мусорных пакетов связана пляжная сумка, представлена подставка для чайника из DVD-дисков и другие интересные поделки, созданные руками учащихся. Представлена композиция из розы, сделанная из обычных листьев осенних, украшенной золотой краской. Привлекли внимание изделия Анастасии Хаткиной – лебедь и лягушка из шин, божьи коровки из круглых камней и корзина из газет, похожая на изделия из лозы. Но не только девушки представили свое творчество. Антон Литвинов, например, работал в технике макраме. А вот Сергей Локтев с помощью паяльника создал вот такой интересный сувенир, используя всего лишь крышки от бутылок. Я зашел в интернет, посмотрел, записал, мне выдал там «Скорпиону». Я посмотрел, почему другие смогли, а я не смогу сделать. Я сделал «Скорпиону». Часа четыре примерно делал. В училище работают различные дополнительные секции – спортивные и творческие. Немало учащихся посещают кружок Елены Лагуновой «Рукоделие» и Юлии Орловой «Аксинья». Вот где развивается фантазия и моторика. Самая интересная работа будет представлена в конкурсе «Красота Божьего мира», которая состоится в ноябре в областном центре. Есть среди студентов ребята, которые активно ищут себя в творчестве. Будь то вязание, японское плетение из лент или что-то другое. И им это удается. Вот это дерево изготовлено из специальной ткани, оно называется фом. При нагревании она меняет форму, как бы облегченную надо. Вот здесь цветы. Все группы мы сделали такой цветок «Счастье» называется. Данная же выставка, где использовано вторичное сырье и сделаны из него настоящие произведения искусства, лишний раз показала, что нет безвыходных решений в любом деле. И может быть потом именно этим студентам придет в голову интересная идея безотходного производства, которая сбережет природу в глобальном смысле. Это были главные новости из удаленных уголков Ростовской области. Программа вела Таисия Киргеева. Увидимся завтра на областном телеканале «Южный регион Дон» в 20.50. Не пропустите главное время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова